Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем о новых, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Чтобы не было проблем в строительстве, нужно создавать инвестиционно-строительную вертикаль. Глава белорусского правительства Михаил Мясникович проинспектировал строительные объекты города Бреста и принял участие в пленарном заседании. Настоящее искусство бессмертно. Настоящих артистов любят и ждут. В Бресте проходит 26-й международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». Как живешь, казачья станица? Репортаж о быте настоящих казаков и их любимцев породистых скакунов. Цветущие примулы, пробивающиеся из земли нарциссы и тюльпаны, распустившиеся бутоны сливы и айвы. Что это? Вестники глобального потепления или проявления других природных аномалий? И стоит ли бояться таких факторов? Советы синоптиков, врачей и ботаников. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. Тема проблем строительной отрасли Беларуси в последнее время у всех на слуху. И это обоснованно. Ведь один из народных постулатов гласит, что человек в своей жизни должен прежде всего построить дом. А уже в нем строится и семейное счастье, и дети воспитываются. Глава государства Александр Лукашенко на совещании по проблемам строительной отрасли, которое прошло 10 декабря минувшего года, поставил конкретные задачи по устранению всех недостатков, зафиксированных сегодня в строительной отрасли. А чиновникам были даны поручения провести семинары учебы по этой тематике на местах. Вчера в Витебской и Брестской областях их провели, соответственно, председатель комитета государственного контроля Александр Якобсон и в городе Бресте премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Уже на пленарном заседании, которое прошло после посещения ряда объектов областного центра, Михаил Мясникович подчеркнул, чтобы не было проблем в строительстве, нужно создавать инвестиционно-строительную вертикаль. Какие еще вопросы обсуждались в ходе рабочей поездки и какие решения были приняты? Ответ в специальном репортаже Лариса Осмолович. Инспекционная поездка главы правительства Михаила Мясниковича предполагалась так многоплановой в списке объектов посещения домостроительного комбината, западного обхода, проблемных строек, а также реконструированного железнодорожного вокзала. Цель одна – на месте обсудить имеющиеся проблемы строительной отрасли Брещины, а также посмотреть, насколько эффективно они решаются, поскольку президентам были даны конкретные сроки их устранения. Строительство – отрасль многослойная, сбой в проектировке или в несовершенных технологиях сказывается в целом на дальнейшем строительстве. Все завязано в один узел, а потому на первом объекте предприятие «Брестжилстрой», в частности на заводе крупнопанельного домостроения. Помимо продукции этой организации была представлена специальная выставка продукции предприятий отрасли. Предприятие «Брестжилстрой» – крупнейший застройщик многоквартирных домов в городе. А с появлением завода здесь разработали улучшенный вариант панельного дома. Также удалось удешевить стоимость квадратного метра и увеличить объемы строительства объектов. За модернизацию коллектив голосует двумя руками, поскольку уже понимает, что без новых технологических решений на плаву не удержишься. Самое главное, мне кажется, то, что мы достигли сегодня. Ну и плюс качество, потому что применив вот такое современное оборудование, мобильное, очень можно перестановку делать на любое изделие, магнитные борта, которые существуют на формах, позволяют нас сегодня комплектовать комплексно много домов одновременно. А насколько у вас требована продукция вашего предприятия? Вы здесь только, по области, по республике, или вы вышли уже на экспорт? Мы активно работаем, особенно 2014 год, вот этот год показывает, что мы практически будем работать три смены, мы уже готовы к этому, работать по полной программе, потому что полностью загружены, при 150 тысяч квадратных метров сегодня у нас в программе 148. Поэтому мы будем, самое главное, разноплановость заказчиков. Разумные подходы в организации работы, сотрудничество с учеными, оптимизация производства дает свои исходы. Продукция завода крупнопанельного домостроительного комбината уходит на ура. Цена и качество устраивает заказчика. Основной объем модернизации, как скажут, проведен, но мы не останавливаемся на месте. Впереди еще очень много проблем. Значит, мы надеемся, ну еще два слова буквально. Завод сегодня загружен где-то порядка на 71%. Мы работаем две смены. Объем этого года уже практически сложился. И мы планируем с 1 марта, крайний срок со второго квартала, перейти в три смены. Естественно, это изменится экономика. Это позволит нам продолжать дальше обновления. В целом, глава правительства отмечала, что у специалистов строительной отрасли Брещины есть чем учиться. Отличные оценки заслуживают и другие строительные тресты, а также предприятия по выпуску сопутствующих строительству материалов. Ламинат, керамическая плитка, газовые счетчики и кирпич, водомеры. Список можно продолжать. А это значит, что руководители организовали комплексный подход к производству с использованием отечественных технологий по полному технологическому циклу. Это позволило минимизировать уязвимость отрасли, но есть и вопросы, которые следует решить уже в скором времени. Сегодня по городу Бресту я не вижу серьезных проблем по строителям. Главное сегодня обеспечить финансирование, которое мы на 2014 год запланировали. Вот жилья здесь 660 тысяч будет вродить Брестская область в следующем году. В принципе, здесь есть 130 тысяч будет госзаказа. Это уже по новой, так называемой по эксперименту 130 тысяч. Ну и остальные это будет просто госзаказ. Таким образом, мы в правительстве уделяем внимание этому вопросу развития не только подрядной деятельности, но и промышленности и строительных материалов, в том числе деревообработки. То есть комплексный подход на отечественных преимущественных материалах с отечественными технологиями по полному технологическому циклу. То есть таким образом уязвимость нашей уже будем отрасли этой в целом, она минимизируется, и мы можем достаточно успешно решать все эти вопросы. График рабочей поездки главы правительства был сокращен. Проблемные дома, то есть те, которые необходимо было сдать в прошлом году, Михаил Мясникович не посещал, поскольку их только два. Из 37 недостроев 35 строители успели завершить в 2013 году. Премьер высоко ценил реконструированный железнодорожный вокзал, отметив, что слаженность и продуманность отмечаются во всем облике такого старого и одновременно такого суперобновленного здания. В своем интервью корреспондентам СМИ Михаил Мясникович отметил, что на Брещене в строительстве много плюсов, но недоработки также есть. Что касается Брестской области, то с одной стороны вроде как бы и успехи хорошие у Брещен, и крепкие строительные тресты, и республиканские, и коммунальные, но и с другой стороны очень много неорганизованности. Эта неорганизованность, она заключается в том, что работа идет исполкомов, как районных, городских, так и обл. исполкомов, к сожалению, по принципу начинай, строй, а деньги мы потом будем искать. Необходимо полностью готовить объект, чтобы была проектная смертная документация, чтобы были необходимые согласования, чтобы было соответствующее финансирование, и только потом можно организованно начинать и в короткие, плановые сроки вводить объекты в эксплуатацию. Эту же тему премьер продолжил и на пленарном заседании, заслушав доклад председателя Брестского обл. полкома Константина Сумара по итогам работы строительного комплекса региона в 2013 году. По нашим данным, за прошлый год, с учетом сложившихся условий по финансированию жилья и объектов инфраструктуры, областью обеспечена год эксплуатации 790 тысяч квадратных метров жилья при задании 1 миллион 100 тысяч квадратных метров. При этом мы выполнили задания по угоду жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Осуществляющее строительство жилья с господдержкой мы вели 450 тысяч квадратных метров жилья и из планировых 390 тысяч квадратных метров. Все болевые моменты, подчеркнул глава региона, несомненно, в этом году устранятся уже с учетом наработанного опыта. В приоритетах неукоснительное выполнение всех поручений главы государства по развитию строительного комплекса, среди которых качество, строжайшая экономия и бережливость, повышение эффективности строительства. Лейтмотив разговора о строительстве – принятие документа, исчерпывающего регламентирующего деятельность строительной отрасли. По сути, это дорожная карта для строителей с четким алгоритмом действий – от выделения земли до получения ключей заказчиками. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин – специально для итоговой программы. В Бресте проходит Международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». А это значит, что на одной сцене вновь собрались артисты с мировыми именами, уже любимые исполнители и те, кого мы слушаем впервые. На 26-м музыкальном форуме выступит около 300 выдающихся исполнителей из 10 стран мира, среди которых Беларусь, Великобритания, Италия, Казахстан, Литва, Польша, Россия, США, Украина и Чили. Брестских слушателей ждет четыре вечера классики, оперы, джаза и романсов. В Бресте найдется мало культурных событий по грандиозности и географическому размаху, сравнимых с январскими вечерами. Организаторы нынешнего музыкального форума для брестских зрителей подготовили массу сюрпризов. В этом убедилась и наш корреспондент Кристина Купрякова. Каждый январь на Брещене собирается созвездие ярких и талантливых исполнителей, предоставляя возможность сотням слушателей насладиться виртуозным мастерством прославленных артистов из разных стран мира и открыть для себя новые имена. В этом году уже на 26-м фестивале выступают знаменитости из 10 стран мира. География фестиваля, как всегда, широка. Поэтому интерес к форуму не теряет своей популярности вот уже более четверти века. Пока идет все, так сказать, без срывов. Что будет дальше, посмотрим. Вообще он для меня особенный. Особенный почему? Так получилось. Так получилось. Даже я не ожидала, что так получится. Особенный, потому что снова будет звучать высокая музыка, и снова приезжают великие мирового значения артисты. Артисты всегда с удовольствием отзываются на приглашение выступить в нашем городе. Брестская публика с нетерпениями ждет. Исполнители любят, ценят и понимают. Хотя у каждого слушателя к музыке личное отношение. Кому-то она дарит силы и бодрость духа, кому-то служит утешением в трудные моменты жизни. Одни воспринимают ее как приятное развлечение, для других она несет глубокий нравственный смысл. Но есть в музыке еще одно качество – способность сближать людей. Я думаю, и каждый из вас любит искусство, в том числе и вокал. Поэтому я, насколько могу разобраться, там тоже стараюсь полюбить и люблю вот это искусство и тот же вокал. Поэтому я думаю, что если нам наши артисты сегодняшние преподнесут и хороший вокал, то от этого только мы порадуемся. А праздник, не праздник для меня, всегда праздник. Вот такие вечера и любые вечера, встреча с людьми нашими, с брюшчанами, всегда остается таким хорошим-хорошим праздником. Поэтому и это лишь бы не исключение. Это, во-первых, праздник. Я любитель классической музыки. И стараюсь посещать январские музыкальные вечера ежегодно. И получаю огромное наслаждение от тех гостей фестиваля, которые к нам приезжают. 26-й фестиваль начался с увертюры Михаила Глинки к опере «Руслана Людмила». Эту известную композицию исполнил Государственный симфонический академический оркестр Беларуси под руководством Александра Анисимова. Всегда остается загадкой, как тот или иной музыкант прочтет уже известное произведение. На январских музыкальных вечерах 2014 года около 300 артистов выступают на одной сцене, и каждый из них по-своему талантлив и неповторим. Первым из вокалистов на сцену вышел Лукага и Дученя. На фестивале молодой исполнитель впервые, и все его награды еще впереди. Но выход на сцену драматического театра в Бресте слушателями оценен высоко. Уже не первый раз принимают участие в фестивале и украинская солистка Саламия Примак. Брещание гостей, 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 гостей. Брещание гостей города встретили оперную диву как родную. По признанию самой артистки, она всегда охотно отзывается на приглашение выступить на январских музыкальных вечерах. Ведь брестские слушатели умеют ценить настоящее искусство. Исходя из таких людей, которых приглашают сюда, это люди-легенды, которых я слышала только где-то там. Мы все их знаем, они признаны миром. И для меня большая честь стоять с ними на одной сцене, работать в одном концерте. Это, конечно, обогащает меня. Классическая музыка, конечно, она так воодушевляет, ну, какие-то такие, дает какие-то силы новые, новые идеи. В общем-то, ждем праздника. Музыка – язык, который понятен всему человечеству. И фестиваль «Январские музыкальные вечера» доказывает это уже на протяжении долгого времени. Ведь настоящее искусство бессмертно, а настоящих артистов любят и ждут. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК-ТВ. Говорим не только об актуальном и важном, но и об интересном и познавательном. 11 января можно без преувеличения развать одной из самых вежливых дат в году. Сегодня отмечается Международный день «Спасибо». Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни. Но большую часть благодарности мы выражаем как бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако поощрительные слова обладают особыми магическими свойствами. Виктория Драгомецкая расскажет о чудодейственной силе простого слова «Спасибо». Рассчитываясь в магазине или получая подарок, талант в автобусе или кофе от официанта, мы говорим «Спасибо». Казалось бы, простое слово, на которое мало кто обращает внимание. Однако не услышав его в ответ на добрый поступок, мы ощущаем некую недосказанность. Неспроста в туристических буклетах часто указывается. Слово «Спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость и качество обслуживания. А знают ли жители нашего города о происхождении этого волшебного слова? Честно сказать, я не знаю вообще такой день, что есть «Спасибо». Ничего не знала об этом. Это международный праздник. Нет. Праздник «Спасибо» пошел изданно. Еще в Древней Руси люди говорили «Спасибо». «Спасибо» переводится как «благодарность». Впервые слово «Спасибо» было зафиксировано в 1586 году. В словаре «Разговорники» изданно в Париже и стало одним из проявлений хороших манер и правил приличия. Согласно поверьям, это слово произошло от сокращения фразы «Спаси Бог», которые на Руси издали выражали благодарность. Таким образом, говоря «Спасибо», мы желаем, чтобы человек оберегал и спасал Бог. Однако, несмотря на то, что история русского «Спасибо» и насчитывает уже порядка пяти столетий, широко употреблять его стали только в 20 веке. До этого использовалось слово «благодарю», которое и сейчас тоже конкурирует со словом «спасибо». В болгарском языке, кстати, только это слово выражает благодарность. И в других славянских языках тоже слова другие. В южнославянских даже в одной группе, вот в болгарском «благодарю», а в македонском «добро», хотя это языки очень близкие, то есть пожелание добра в ответ. А в сербско-хорватском и славянском языках – хвала. То есть, когда человек делает нам что-то хорошее, мы его за это как бы восхваляем. Психологи слова благодарности называют своеобразной пилюлей, обладающей целебными свойствами. Когда нам говорят «спасибо», мы чувствуем радость и ощущение удовлетворения от общения. Недаром говорят, что привычка «благодарить» позволяет больше внимания обращать на положительные моменты в жизни, уберегая нас от депрессии и просто пессимистических настроений. Особенно важно говорить «спасибо» с чувством, именно осознавая, что вы говорите, даря ему свое тепло и внимание. Человек так устроен, что мы помним всегда больше плохое, чем хорошее. И в психологии слова «благодарности» в принципе являются такими точками в предложении. Когда мы говорим «благодарность», то в этом случае мы как бы завершаем ситуацию и больше к ней не возвращаемся. С самого раннего детства нас приучают быть вежливыми. Манеры и этикет присутствуют далеко не в каждом доме, но элементарное правило поведения в обществе детям прививают с малых лет. Самыми простыми общепринятыми нормами являются слова приветствия, прощания и слова благодарности. Принято считать, что вежливые слова задают правильный тон общения, поэтому не стесняйтесь их использовать. И не забудьте сегодня сказать простое слово «спасибо» каждому, кто вас окружает. Тем более, что повод быть благодарным всегда найдется. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. На протяжении многих веков лошадь находится рядом с человеком. И несмотря на то, что сегодня для перемещения из одной точки в другую существуют машины и общественный транспорт, а в поле работают тракторы и другая сельскохозяйственная техника, люди с умилением смотрят на этих умных и породистых животных. Казаки – люди, которые знают настоящую цену лошадям. Свою жизнь они не представляют без просторных полей, сильного встречного ветра и породистых скакунов. Познакомиться с казаками поближе, а также покататься на лошадях и получить свою дозу позитива и положительных эмоций, можно практически не выезжая из Бреста. Недалеко от города, в деревне Щебри, находится настоящая казачья станица. Обытие настоящих казаков и их любимцев – породистых скакунов Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Огромное поле, по которому прогуливаются красивые лошади, резкий порывистый ветер, одинокая конюшня. Несмотря на то, что находится она возле трассы, здесь не слышно шума автобусов и машин. Охватывает ощущение спокойствия и некой отдаленности от жизненной суеты и житейских хлопот. Кажется, что здесь время останавливается. Все это – настоящая казачья станица. Фермерское хозяйство расположено в шести километрах от Бреста. Среди жителей станицы и Ксения Писецкая – инструктор по верховой езде. С самого раннего детства она рядом с лошадьми, понимает и чувствует их как себя. Возможно, поэтому девушка и сегодня не представляет своей жизни без этих породистых животных, как, наверное, и они без нее. С самого рождения. Вот карандаш в руки попал, и вот рисуешь, лошадей где-то видишь, по телевидению где-то видишь, сразу замираешь, ага, лошадки. Почему? Но она необъяснима. Она на генном уровне, точно на генном. Оно не развивается. Есть люди, которые постепенно любят, когда вот видят, посмотрят. Да, здорово, понравилось. А есть вот прям с рождения. Вот тебя трясет на малейшую игрушку с лошадью, ты там записываешь все, что связано все, собираешь фантики, вырезки, газетки. Ну, это вот, это уже заложено. Проходит мгновение, и лошади покидают зимний бесснежный луг и отправляются в конюшни, где их уже ждут самые настоящие казаки и самый настоящий казачий атаман. Казачья станица – это фермерское хозяйство Григория Исайкова. Его детище – детская мечта, которую Григорий Степанович воплотил сравнительно недавно. Здесь он вместе с единомышленниками занимается любимым делом – джигитовкой, или просто общается со своими породистыми скакунами. Он уверен, лошадь для казака – не просто партнер и товарищ. Надо общение, надо просто время общаться, потихонечку, потихонечку, быстро здесь спешить нельзя. Привыкает человек. Перестает видеть в лошади большое, сильное животное, начинает видеть друга, благородного, доброго, надежного. Благодаря энтузиазму и настойчивости Григория Исайкова в казачьей станице стала развиваться и джигитовка. Скачка на лошади, во время которой наездник выполняет гимнастические и акробатические трюки. Делится джигитовка на спортивную и цирковую. Спортивная выполняется на лошади, скачущей широким галопом по прямой ровной дорожке, длиной 360 метров и шириной не менее 10 метров. А цирковая джигитовка – род трюковой езды. Стрельба в цель из разных положений – прыжки. Однако джигитовка требует специальных физических данных, ловкости и определенной смелости. Несмотря на все эти трудности, джигитовкой занимаются и девушки. Когда видишь, как на это реагируют люди, ты, наверное, зажигаешься гораздо больше. Наверное, потому что первые выступления, они дают вот такую энергию, когда ты видишь, как люди реагируют, как аплодируют, как тебе это здорово. Когда ты очень долго готовишь коня, и вы настолько другое понимаете, что ты рискуешь жизнью, а ты рискуешь жизнью и здоровьем. Когда повод опущен, ты делаешь какие-то такие трюки, элементы, когда доверяешь на 100% лошади. Не просто, как говорят, доверяют люди в спорте, слиты его едино. Здесь твоя жизнь зависит. То есть ты под вузом, не знаю, пролазишь или стоишь стоя, ты с ней настолько, что чувствует тебя, когда ты заходишь в конюшню. Конечно, это зажигает. Многие люди в лошадях видят смысл жизни. Для тех, кто тренируется и живет вместе со скакунами в казачьей станице, эти животные являются настоящими талисманами и друзьями. Наездники признаются, что любить лошадей не значит обожать сидеть в седле и тянуть поводья. Это значит увидеть в некогда самом свободном и диком животном его внутренний мир. Лошади не умеют врать и симулировать. Эти качества им присваивают недальновидные люди. Лошадям надо верить, ведь дружба начинается с доверия. Если ты хочешь добиться каких-то результатов, ты должен быть с этой лошадью постоянно. Да, конечно, меняются, приезжают спортсмены, садятся на разных лошадей, но действительно результаты. Это когда ты с ним вместе растешь, воспитываешь, добиваешься. Да, ты должен быть единая с лошадью. Тогда результаты будут другие. Доверие. Прежде всего, когда за тобой конь везде пойдет, в огонь и в воду. Анастасия Назрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Слово «аномалия» и его производные все чаще звучат из уст людей в последнее время. Относятся они к непривычной теплой погоде, там, где должны быть морозы, и холодной, там, где обычно очень тепло. В Америке впервые за 100 лет замерз Ниагарский водопад. На Мексику обрушились 30-ти градусные морозы. В Великобритании расцвели вестники весны Нарцисса. В Беларуси Новый год и Рождество оказались без сказочного снежного покрова. С чем связан такой плюс на Бречене в середине января? Насколько это необычное явление и когда дети все же смогут опробовать новые коньки и санки? Узнала наш корреспондент Анастасия Стропков. Половина календарной зимы уже практически позади, а снег, метели и морозы – самое главное составляющие этой пары года – еще так и не появились. Необычно большое количество солнечных дней и плюсовая температура не радует, а скорее настораживают. Прихода настоящей белорусской зимы ждут даже любители тепла и света. Все чаще берестейцы обращают внимание на то, что такая погода – предвестник коренных и необратимых изменений в природе, которые могут стать причиной глобальных аномалий. Я как человек, уже проживший такую довольно большую жизнь, говорю, что это не очень хорошо, когда такая зима. Были теплые зимы, но на здоровье людей это сказывается не очень хорошо. Я видела распустившуюся вишню и считаю, что это аномально в январе месяце. Как-то говорили, что если с березы лист долго падает, то будет не скоро зима наступит. Но так и получилось в этом году, что с березы долго с листом. А кто его знает, какое лето. Может и лето такое будет теплое. Повышение среднемесячных температур началось в конце 80-х годов прошлого столетия. Что это – глобальное потепление, вызванное парниковым эффектом, или один из этапов приближающегося ледникового периода, сказать сложно. На этот счет существует не одна теория. Многие ученые даже склоняются ко мнению о цикличности подобных явлений в природе и считают такие изменения нормой. Но различные опасения на этот счет высказываются все чаще, и беспочвенными их не назовешь. Минувший декабрь был явно теплее климатической нормы, характерной для Берестейского края. Однако синоптики напоминают, что такая температура не является максимальной из всех зафиксированных. В 2006 и 2011 годах первый зимний месяц был еще теплее нынешнего. Декабрь 2013 года оказался теплым, на 3-4 градуса теплее обычного. Таким и более теплым декабрь бывает один раз в 7-8 лет. Но это еще не самый теплый декабрь. Например, в 2006 году декабрь был на 6 градусов теплее обычного, а в 2011 году на 4-5 градусов. Ну а самая высокая температура в декабре в Бресте отмечалась в 1961 году. Воздух прогревался до 14,5 градусов. Что касается января и февраля, то приблизительно один раз в 4 года бывают теплые эти месяцы. На 3-4-5, а то и на 7 градусов теплее обычного. Цветущие примулы, пробивающиеся из земли нарциссы и тюльпаны, распустившиеся бутоны сливы, а также многочисленные почки и побеги на других деревьях и кустарниках в середине января – явление для Бреста незаурядное, а потому все чаще обращающее на себя внимание. Специалисты спешат заверить, что в таком частичном пробуждении природы нет ничего катастрофического. У всех растений есть потенциал восстановления на случай, если сейчас ударят морозы. Весной вряд ли можно будет увидеть очень пышное цветение, но деревья, цветы и кустарники не погибнут. Конечно, при условии, что корневая система не будет повреждена, а потому в преддверии больших морозов и при отсутствии снега стоит подумать об утеплении своих садовых украшений. Конечно же, почки, которые распустились, цветочные почки, листовые почки, они погибнут. Но растения имеют почки возобновления, и те растения, которые сильные, которые имеют хороший запас, прирост, они, будем думать, что выживут. Влияние такой теплой погоды и ее резких перепадов на человека еще одна из волнующих тем, особенно для людей метеозависимых. Конечно, любые перепады температуры, атмосферного давления или слишком большое количество осадков на часе могут доставить определенный дискомфорт очень метеочувствительным людям. Но постепенный переход от осенней к зимней погоде в целом организмом воспринимаются нормально. К обычным погодным условиям в своей климатической зоне каждый человек достаточно хорошо адаптируется. Но проблема заключается в том, что в последнее время у нас необычные погодные условия. И необычное заключается в том, что погодные условия характеризуются резкой изменчивостью и резкими перепадами метеорологических элементов. Что создает определенные проблемы в адаптации к погодным условиям не только тем людям, у которых есть хронические заболевания какие-то, но даже и у абсолютно здоровых людей есть проблемы. Несмотря на все заверения специалистов о безопасности подобных погодных явлений, все же каждый человек ждет привычную смену сезонов года. И снежная морозная зима уже на подходе. С выходных на градусниках начнет появляться минус. А крещенские морозы и вовсе должны перешагнуть 10-градусную отметку. Будет останавливаться погода близкая к зимней. Местами кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега, гололеды, налипание мокрого снега на проводах. Усиление ветра до 15-20 метров в секунду. И температура воздуха будет колебаться в течение суток от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В понедельник-вторник характер погоды существенно изменится. Температура воздуха ночью минус 4-9, при прояснениях до минус 12-15 градусов. Днем от 3 до 10 градусов мороза. Анастасия Стропко, Виктория Дрогобецкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Букинформ. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Букинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте БукТВ.бай. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании БукТВ.бай. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. 12 января в воскресенье с юга Скандинавии на север Беларуси переместится частный циклон. На Брещене в этот день пройдут осадки, дождь, мокрый снег. На дорогах будет скользко. Утром и днем сохранится сильный северо-западный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 1-4 градусов выше нуля. В понедельник, 13 января, вслед за вступающим на центрально-черноземные районы России циклоном, на территорию Беларуси с севера Европы начнут поступать воздушные массы арктического происхождения. В Брестской области выпадет кратковременный снег. Местами метель. На дорогах гололедится. День будет отмечен сильным порывистым ветром. От нуля до плюс 2 градусов прогнозируют синоптики ночью. Днем столбики термометров покажут уже минусовую температуру 1-3 ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин